Наука скоро изменит вашу жизнь Я Стивен Хокинг, и я предлагаю вам заглянуть в будущее Ух ты! В нашей программе пять известных ученых исследуют революционные инновации Просто невероятно Ударная волна прогресса уже близко Мы поможем вам с ней встретиться Играть жестче Общаться быстрее Жить дольше Видеть больше И быть умнее Когда все технологии к нашим услугам нет ничего невозможного Добро пожаловать в мир будущего Наука будущего Стивена Хокин Сто лет назад из каждых десяти человек двое жили в городской зоне К 2050 году соотношение будет семь из десяти Никто не знает, что ждет нас в будущем Но в настоящее время города уже перенаселены и загрязнены Пятеро наших ученых познакомятся с технологиями, которые используются для проектирования умной городской среды В надежде на то, что мы сможем обеспечивать неуклонно растущее население всем необходимым Идеальный город Удовлетворение потребностей разрастающихся городов в энергии является одним из серьезнейших вызовов, стоящих перед человечеством Ископаемые виды топлива вредны Возобновляемые источники ненадежны Атомной энергии доверяют не все Существует ли какая-то альтернатива? Ответ, возможно, будет найден во Франции Здесь 40 тысяч бегунов разминаются перед парижским марафоном Они не знают, что примут участие в революционном научном опыте Его результат, возможно, возвестит о начале новой эры в выработке энергии Джим Аль-Халили внимательно проследит за ходом эксперимента На 20-ти метровой глубине под улицами Парижа расположена крупнейшая в мире станция метро Шатле-Лиаль Каждый день через эту станцию проходит 3 четверти миллиона людей Все они производят огромное количество энергии И как мы ее используем? Никак Это такое расточительство Возможно ли использовать активность человека и каким-то образом превратить ее в электричество? Именно эти инженеров Изобретение преобразования шагов в электроэнергию Они превращают тротуар в электростанцию Эта передовая технология является детищем инженера Лоренса Кемббала Кука Лоренс, объясните основной принцип этого изобретения, как оно работает? Плиты PaveGen под весом ваших шагов вырабатывают электроэнергию Каждый раз, когда вы стоите, идете или прыгаете на плитах Они преобразуют вашу кинетическую энергию в электрическую Давление шага воздействует на гибкую плиту И неодимовый магнит опускается в неподвижные медные катушки В них появляется ток, который можно накопить Тонкость в том, что в отличие от динамо-машины В этом устройстве нет механических движущихся частей, которые могут сломаться Каждый шаг вырабатывает примерно 10 джоулей энергии Этого хватит, чтобы зажечь 10-ваттную лампочку всего на секунду Но Кэмбелл Кук утверждает, что множество шагов могут произвести массу энергии Сколько нужно таких плит, чтобы проект был жизнеспособным? Весь смысл в масштабах Одна такая плита у вас на кухне не даст ощутимого результата А когда 50 тысяч людей за час проходят через людную транспортную развязку Это 50 тысяч маленьких порций энергии В сумме она становится ощутимой И ею можно заряжать батарейки, использовать в освещении Любые низковольтные устройства можно питать энергией этого новшества Скоро эти плиты пройдут масштабные испытания в реальном времени Они были установлены на Елисейских полях в 180 метрах от финишной ленты марафона Это самое крупное наше испытание Мы установили 178 плит Мне интересно узнать, сколько энергии будет получено Как активно люди будут по ним топтаться И где возникнут горячие точки, где будет скопление людей Человеческая энергия – гениальная идея Ее запасы безграничны, и она повсюду Могу представить, как с ее помощью освещаются улицы всего города Марафон скоро начнется, а у меня появились сомнения Я провел расчеты Как ни крути, что-то не сходится Каждый шаг на этих панелях вырабатывает 10 джоулей энергии А на освещение улиц Парижа за одну ночь Уходит триллион джоулей энергии Это 100 миллиардов шагов Я понимаю скептицизм Джима Эта технология никогда не сможет вырабатывать энергию На уровне электростанций с ископаемым или ядерным топливом Но потенциально она способна кардинально изменить Способы добычи энергии в будущем Марафон начался В течение нескольких часов панели будут месить ногами 40 тысяч бегунов Пересекающих линию финиша Но какое количество энергии они произведут? Плиты уже испытывали в торговых центрах, школах и на фестивалях Но таких масштабных испытаний еще не было Когда первые бегуны добрались до финиша Начались измерения сгенерированной энергии Это волнительный момент для Лоренса Поток бегунов пока не иссяк Все они пробегают по вашим панелям Сколько энергии было выработано? За последний час, пока бегуны наступали на плиты Было сгенерировано 90 тысяч джоулей Этого достаточно для работы обычного уличного фонаря в течение почти двух часов Последние участники пересекли линию финиша Можно подвести итог 140 квадратных метров плит сгенерировали 4,7 киловатт часа электроэнергии Этого достаточно, чтобы зарядить почти 2000 мобильных телефонов Проехать на электромобиле 24 километра Или запитать 50 светодиодных уличных фонарей Какие планы? Увеличивать масштабы, устанавливать панели во множестве локаций Во многих городах, на объектах, инфраструктуры, в транспорте, во всех новых зданиях Метро, аэропорты, железнодорожные станции В таких местах легко представить себе потенциал получения энергии в результате человеческой активности Вот классический пример работы панели Пейвджен Это станция метро Шарль-де-Голь Здесь каждый час проходят тысячи людей Мы хотим размещать наш продукт на платформах и в людных коридорах Но каждая отдельная панель производит ничтожное количество энергии О каких масштабах идет речь Этого не хватит, чтобы обеспечить всю станцию Но это бесплатный источник энергии, который всегда под рукой и может поддерживать местную сеть Каждый день тысячи людей проходят через эту станцию За неделю они могут выработать более 500 киловатт-часов энергии Этого хватит на день для 10 средних домов Энергетические напольные плиты уже запущены в производство И в течение года будут установлены на нескольких железнодорожных станциях Сотни тысяч людей по всему миру вскоре смогут вырабатывать электроэнергию простой ходьбой В будущем технологии, изобретательность и воображение обеспечат энергоснабжение городов И немаловажной частью процесса может в буквальном смысле стать сила народа Электричество, генерируемое деятельностью человека, это идеальная возобновляемая энергия Но одной из величайших проблем городов будущего будет обеспечение людей всем необходимым для жизни К 2050 году численность населения Земли может достичь 10 миллиардов человек Представьте себе очереди в супермаркетах Процесс покупки товаров должен стать быстрым и более эффективным Могут ли в этом помочь роботы? К 2025 году на Земле будет около 30 мегагородов В каждом из которых будет более 10 миллионов жителей Всем этим людям требуются товары и услуги Помогут ли технологии удовлетворить наше желание и увеличить скорость торговли? В Бостоне создают роботизированную рабочую силу для удовлетворения потребительского спроса Крис Элай Смит проверит теорию о том, что с любой задачей робот справляется лучше человека Поход за покупками – процесс долгий и утомительный Способен ли робот справиться с задачей быстрее? Проведем небольшой эксперимент Я попробую найти дюжину товаров и оплатить их Засекаем время Средний покупатель тратит примерно 2,5 часа в неделю на покупку продуктов За год набегает целых 15 дней В современном мире это трата драгоценного времени Кешью Так Мороженое, мороженое, мороженое Есть Посмотрим на результат 18 минут Это довольно много, дольше, чем полторы минуты на одну позицию Было бы неплохо избавить себя от всего этого нажатием кнопки Решение предлагают в Kiva Systems Здесь разрабатывают, собирают и обучают армию работников, готовых делать покупки за вас Изобретение, высокообращение на складе Роботы Здесь их сотни Пожалуйста, не кормите роботов Мик Маунтс, изобретатель и исполнительный директор компании 10-12 лет назад я работал в сфере электронной коммерции Доставка продуктов на дом в районе Сан-Франциско Для нас было экономически нецелесообразно подбирать, паковать и отправлять разносортный товар по одной единице Например, одну банку супа и один тюбик зубной пасты для доставки на дом Поэтому мы изобрели вот это Обычно товары перемещаются по складам с помощью конвейеров или автопогрузчиков В компании Kiva товары хранятся на передвижных складских полках Когда поступает заказ, за ними отправляется робот Давайте-ка мы отправим всех роботов Сюда На главную линию Видите, где бы они ни были, они получили команду вернуться на главную и выстроиться в ряд Всегда мечтал покомандовать армией роботов Поехали Выпускайте гонщих Они поехали не туда, это я виноват Не умею командовать армией роботов Роботы двигаются одновременно, почему они не сталкиваются? Каждый робот подключен к беспроводной сети и действует по сигналам главного компьютера Они передвигаются между четко расположенными наклейками Компьютер дает им задание, заставляет добраться до определенной наклейки в заданное время Это похоже на авиадиспетчерскую службу Каждая наклейка представляет собой уникальный двухмерный штрих-код Который содержит информацию о его расположении в координатной сетке Центральный компьютер отдает команды каждому роботу Обновляя их при прохождении каждой узловой точки То есть маршрут каждого из 500 роботов постоянно изменяется, чтобы избежать столкновений Когда все они находятся в движении, это похоже на муравейник Милые штучки, но вопрос в том, как они работают Открываем Два мотора для передвижения и третий для вращения платформы и поднятия груза Принцип штопора Необычное решение Конкретно эта модель рассчитана на поднятие груза весом почти до полутора тонн Робот также оснащен бортовым компьютером Он связывается по беспроводной сети с базой, управляет камерой, которая распознает метки на полу и грузы, которые нужно поднять Вы видите, что под корпусом расположено множество датчиков, лампочек и индикаторов Смотрите, сколько глаз Больше, чем у паука Подобные роботы значительно ускорят процесс торговли в интернете Но чтобы качественно его улучшить, они должны успевать доставлять продукт в день заказа Пора испытать роботов Как быстро они соберут заказ и доставят к моей двери Вы определились со списком покупок? Первым делом, конечно, сливочное мороженое Так, мороженое, добавляем Теперь мы отправляем заказ, и чтобы он был доставлен к этому месту, указываем координаты доставки Как видите, роботы зашевелились Они выбирают полки, которые содержат заказанные вами позиции Да Это совершенно новая концепция выполнения заказов Все происходит в реальном времени Все пять единиц поступают одновременно? Да, вероятно, они на пяти полках, если только две позиции не окажутся на одной полке Это входит в алгоритм нашей программы Если есть полка, на которой содержатся две или три позиции из вашего заказа То роботы используют эту полку, и это сокращает время обработки Первый уже прибыл Буквально через полминуты после того, как вы разместили заказ на сайте Эта точка, и человек ее забирает Отлично Будущее Вы идете утром на работу, заходите в интернет, делаете заказ, и вечером он уже ждет вас дома Крупнейший в мире онлайн-магазин Amazon приобрел Киву за 800 миллионов долларов По прогнозам, к 2023 году более четверти всех покупок будут совершаться в интернете И одним из главных плюсов онлайн-торговли будет ее оперативность Возможности взаимодействия с миром без физического присутствия развиваются очень быстро По понятным причинам, меня это радует В том числе, из-за насыщенности городской жизни Наверное, каждый из нас мечтал иметь двойника, который мог бы выполнить за нас часть работы Создание реалистичного цифрового суррогата – это амбициозная мечта Но современные технологии говорят, что эта идея не такая фантастическая, как может показаться Когда я был моложе, развитие технологий обещало дать нам светлое будущее Где у людей будет больше свободного времени Но на самом деле, чем больше у нас возможностей, тем больше у нас забот В наших городах уже появилась масса машин, которые расширяют наши возможности Но что, если мы сможем находиться в двух местах одновременно? Дэниел Крафт разберется, каким образом можно создать свою визуальную копию Вопрос в том, насколько убедительным может быть Аватар Японский робототехник Хироси Исигура создал своего робота-двойника И надеется, что тот когда-нибудь сможет преподавать вместо него и читать в два раза больше лекций Робот довольно реалистичен, но у него есть недостаток То, что строители роботов называют неуловимой разницей Выглядит почти идентично прототипу, но чего-то не хватает Я направляюсь на другой конец планеты, в Лос-Анджелес Где мир развлечений может предложить решение получше Здесь, в логии при Университете Южной Калифорнии Группа ученых считает, что если мы хотим создать свою копию, то робот — это не выход Они предлагают воссоздавать нас цифровыми методами для достижения фотореалистичности Здешних ученых занимает вопрос, как свет отражается от кожи человека Используя новейшие разработки выцифровки и визуализации Они стремятся создавать реалистичных виртуальных людей Здравствуйте! Одним из проектов руководит Пол Дебевек Пора оцифровываться Пол, что здесь происходит? Мы находимся в лаборатории графики Института креативных технологий В этой комнате, с помощью устройства постановки света, мы пытаемся оцифровывать реальных людей Для создания виртуальных персонажей, их точных копий Довольно непросто передать каждую пору на лице, каждую складочку Точно передать светопроницаемость кожи и мимику лица, когда на нем меняется выражение Традиционная цифровая фотография способна зафиксировать разные выражения лица В чем отличие вашей системы? Цифровая фотография — это плоское двухмерное изображение с определенной точки при определенном освещении Оно передает только одно выражение лица Нам необходимо создать цифровую модель человека, которую можно будет рассмотреть под любым углом, с любым освещением и с любым выражением лица Для этого и предназначена эта установка Вот это да Я как будто попал в звездное небо Вас окружает примерно 6000 светодиодов В данной конфигурации на вас нацелено 7 фотокамер высокого разрешения Главным достижением стало понимание того, что свет не просто отражается от поверхности кожи Часть лучей проникает в эпидермис Все зависит от силы света и оттенка кожи Купол запрограммирован на освещение объекта со всех сторон с разной цветовой температурой Это только начало При натяжении кожа ведет себя иначе Система пола это учитывает Что дальше? Я попрошу вас изобразить на лице разные эмоции Каждое выражение нужно будет задержать на 2 секунды За это время камеры сделают по 16 снимков Освещение перейдет в специальный режим и мы зафиксируем Отсвет вашей кожи, подповерхностное рассеивание света и то, как он отражается от вас с разных сторон С помощью всех этих данных мы воссоздадим ваше лицо в 3D Прекрасно Приступим Я немного смущен тем, что мое лицо будет исследовано так дотошно Дэниел, начнем с первого выражения Обычно это спокойное выражение с закрытыми глазами Хорошо, это я запросто, глаза закрыты Теперь переходим к следующему Спокойное с открытыми глазами Отлично Возможно, вы хотите показать какое-нибудь ваше фирменное выражение Что-нибудь нестандартное Пытливый ум Хорошо Присаживайтесь Давайте посмотрим на результаты съемки Это ваше спокойное выражение лица с закрытыми глазами Мы видим фото с разным освещением Вспышки с разных сторон освещают разные участки Мда Мы видим, как свет играет на вашем лице Вот выражение недоумения Это первое отражение света от поверхности вашей кожи Свет не рассеивается, так что это идеально четкое изображение Видны мельчайшие детали Благодаря такой степени детализации Мы создадим трехмерную модель вашего лица И ваша цифровая копия будет максимально точной Теперь мы увидим меня в 3D? Конечно Пока мы здесь сидели, наш технический художник Обрабатывал данные для создания окончательной модели Думаю, все готово Трехмерная модель – это изображение, передающее только форму и контуры моего лица Тем, чтобы точно совместить ее с визуальными данными Я немного нервничаю Это наша трехмерная модель Как видите, ваше лицо было воссоздано с помощью трехмерной сетки То есть это не фотография, а воссозданное изображение? Да А теперь, если добавить изображение с фотографией Получим визуализированное изображение с вашим цветом лица и блеском кожи При тестовом освещении, которое отличается от реальных условий При которых мы вас фотографировали в установке Странное чувство Это не фотография, это моя модель Что вы со мной сделали? Я собрала все данные и воссоздала ваше лицо с точностью до десятой доли миллиметра Со всеми морщинками и неровностями Чтобы модель была похожа на вашу реальную внешность Десятая доля миллиметра? Даже слишком точно При создании реалистичного цифрового персонажа Чрезвычайно важно правильно передать мимику при выражении эмоций Результат действительно потрясающий Но чтобы аватар был по-настоящему убедительным И был лишен неуловимой разницы Его движения должны быть естественными Пол экспериментировал с уже готовым персонажем Основанным на его научном сотруднике Ари Шапира Мне звонят люди со всего мира и спрашивают Это ты? Похоже на тебя, ты побрился наголо? Что случилось? Знакомые узнали в этом двойнике меня Мы начали с процесса в световой установке Где только что были вы Ари провел в ней около получаса Мы зафиксировали 30 разных выражений лица Это некоторые из них Мы пошли дальше и согласовали их между собой Чтобы можно было переходить от одного выражения к другому Как видите, когда меняется выражение лица Меняется форма и текстура кожи Складки и морщины ведут себя так же, как и в жизни Эта цветная визуализация демонстрирует технику анимации выражений лица Принимая во внимание движения мышц лица Ари Каждый цвет, деленному выражению на каждом участке В конкретный момент времени Разные части лица отвечают за разные эмоции Мы можем создавать даже новые эмоции, которые мы не сканировали В следующем видео цифровой Ари говорит несколько фраз Это первая версия, и синхронизация здесь не идеальна Но вы сможете оценить виртуального персонажа Я заказал парфе с йогуртом, а мне принесли фрукты Замороженные фрукты без йогурта Это должен был быть йогурт с фруктами А там были только фрукты Возможно, это и не лучший монолог Но техника не стоит на месте Лицо, которое вы сейчас увидите Демонстрирует то, каким убедительным может быть цифровой аватар Она не настоящая Ее лицо полностью цифровое Наша специализация – высококачественная анимация лица для видеоигр и кино Следующий этап развития – это увеличение масштабов С помощью этой установки Одним нажатием кнопки цифрового актера можно заставить двигаться Вы видели световую установку 10, с помощью которой мы сканируем лица людей Сейчас мы идем к световой установке 6 Световая установка 6 – гигантская Ее диаметр 8 метров Ее задача – освещать все тело человека На куполе 931 светильник, на полу – 180 В каждом из них 6 светодиодов То есть вокруг вас 6666 точек света Установка имеет двухметровую зону с наилучшим эффектом Так мы можем равномерно осветить всю поверхность тела Мы освещаем его короткими вспышками И снимаем движение высокоскоростной камерой Для фиксации освещения с разных точек Как захват движения? Захват движения – это фиксация отдельных точек тела В то время как мы фиксируем каждую точку на коже И даже одежде человека Можно изменить положение камеры, направление света То есть благодаря световой установке Операторы и режиссеры получают свободу использования цифровых персонажей Какое будущее вы видите для этой технологии? Было бы очень интересно совместить подобные реалистичными ритмами искусственного разума Таким образом, можно создать идеальных цифровых учителей, наставников, коллег, актеров Они смогут сами принимать решения и совершать действия Которые не были запрограммированы Думаю, мы получим очень интересные результаты уже через 10-15 лет Все это невероятно интересно Эта технология изменит мир Если задуматься, моя цифровая копия может быть очень полезной В наше время многое происходит в виртуальном пространстве Цифровой Дэниел открывает предо мной новые горизонты И сейчас, когда проблема неуловимой разницы решена Я готов в этом поучаствовать Интерактивные учителя могут быть использованы для массового онлайн-обучения Это большой плюс для сферы развлечений Вечно молодые цифровые актеры, способные на ранее невозможные подвиги В будущем наши кумиры не обязательно будут живыми людьми Наше взаимодействие с цифровым миром открывает нам путь к дальнейшему прогрессу Умные дома в умных городах будут оснащены приборами, взаимодействие с которыми будет интуитивным и не требующим никакой подготовки Печатная машинка была первым техническим изобретением Обращаться с которым было просто Почти через 150 лет сенсорные экраны открыли нам новые пути интеракции с цифровым миром Но даже их возможности ограничены Возможно ли усовершенствовать способ нашего взаимодействия с материальным миром И воплотить в жизнь давно циркулирующую идею умных домов и офисов Исследователи университета Карнеги Меллан в Питтсбурге выводят интерактивные технологии на новый уровень Кэрин Бондер отправилась туда, чтобы узнать об изобретениях, рядом с которыми любой современный интерфейс покажется примитивным Наверное, это здесь Привет, Роберт Привет, что тут у вас? Это проект по усовершенствованию тачскрина, основанного на вводе данных путем простого касания Мы сделали так, что экран распознает разные части вашей руки Коснитесь пальцем, как обычно Это простой, традиционный способ А теперь костяшкой И можно еще ногтем Как это работает? Мы попросту добавили касанию третье измерение Акустическую подпись Послушайте Все эти звуки совершенно разные, таким образом можно распознать различные касания Датчик, соединенный с экраном, способен распознавать разные виды вибраций, с помощью которых можно активировать разные функции Раньше можно было использовать палец только одним способом, а теперь тремя Способов ввода в три раза больше, а это большой шаг вперед Также мы работаем над методом ввода данных всей рукой Очень интересно Это очередной наш проект Представьте себе, будто вы что-то держите Как будто у вас в руке эта щетка Вот так Вуаля! Вот это да На экране тоже появилась щетка При этом я использую все пальцы Экран использует комбинацию точек касания И взаимодействие становится почти таким же естественным, как при использовании настоящих инструментов Но исследователи пошли еще дальше Они видоизменили способ взаимодействия с компьютером, вообще избавившись от экрана Проект Орлд Кит может превратить любую поверхность в цифровой интерфейс Крис! Здравствуйте, здравствуйте! Спасибо, я прочитала ваше сообщение Да, мы превратили стену в тачскрин, чтобы можно было оставлять записки Тачскрин на стене? С ума сойти! Как сделать стену чувствительной к касанию? Это Орлд Кит Он состоит из проектора и особой камеры с восприятием глубины Она видит не цвет, а глубину То есть каждый пиксель в ее поле зрения характеризуется не цветом, а расстоянием до него Ух ты! Если конкретнее, у нее имеется источник инфракрасного света, который излучает свет по схеме А также инфракрасная камера, которая считывает эту схему и определяет положение объекта в пространстве Такая комбинация проектора и камеры может сделать любую поверхность чувствительной к прикосновению Столы, двери и стены Что угодно может стать тачскрином Как возле вашей двери, точно Камера с восприятием глубины определяет, насколько объекты удалены от фоновой поверхности Что мне делать? Для создания сенсора система программируется на определение места и времени приближения подвижного объекта к базовому фону Представьте себе, что ваша рука – это кисть Нарисуйте сенсор на двери Ладно? А теперь место появления сообщений Сейчас Отлично, теперь подойдите к двери Получилось Сообщите, что заняты Когда я касаюсь стены, это место окрашивается синим Это значит, что камера распознала касание Потом система вычисляет, какую кнопку я нажала, и проектор ее подсвечивает Это простейший пример того, какие приложения можно интегрировать во внешний мир Данная технология может изменить нашу повседневную жизнь Это впечатляет Цифровой мир всегда будет у нас под руками, где бы мы ни находились – в офисе, школе или дома Мы наблюдаем работу WorldKid на моем кухонном столе Это программа рецептов Здесь у нас инструкция по приготовлению бананового хлеба А это все, что нам понадобится для приготовления сахар, бананы, яйца Берем полстакана воды и поставить на подсказку, чтобы не забыть этот ингредиент Загорелось зеленым, когда я поставила Да, теперь полстакана муки Стакан И сахар, четверть стакана Один банан и два яйца Ладно, а если положить одно? Система даже предупреждает о неправильном количестве Не хватает одного яйца Теперь читаем, как готовить Тут сказано, все перемешать и поставить в духовку на 25 минут Ладно Благодаря такой трудосберегающей технологии у нас будет больше свободного времени На 25 минут больше Теперь позвольте продемонстрировать применение системы в гостиной Я снова просто рисую интерфейс прямо на журнальном столике Можно также менять его ориентацию Теперь нарисуйте регулятор громкости на подлокотнике Ладно Вот так Теперь я нарисую еще один элемент вот здесь Будет очень удобно И вуаля Мы имеем интерфейс для управления телевизором Присаживайтесь И попробуйте Ладно, боже, как интересно Значит, прежде всего нажимаем кнопку «Плей» Включился Да Ладно, скажем, мы уже посмотрели эту часть Перетягиваем вперед Даже не верится Я касаюсь стола и все работает Теперь громкость Это мечта любого лентяя Я сильно поправлюсь, если эта технология будет у меня дома Где еще в доме можно применить эту систему? Если сделать любую поверхность в доме чувствительной к прикосновению, как мы сделали с креслом и столом Если интерфейсы будут на стенах, на кухонном столе То у людей откроются безграничные возможности общения с компьютером, который будет вездесущим Как воздух или свет В конце концов, мы полностью избавимся от клавиатур и экранов Наши технологии будут повсюду Круглосуточно под рукой Первый шаг – это миниатюризация Мы постоянно уменьшаем размеры устройства Это, по сути дела, лампочка Здесь мы видим проектор и камеру с восприятием глубины Это та же технология, но гораздо меньших размеров И вместо того, чтобы просто излучать свет, прибор проецирует сенсорные интерфейсы на предметы, находящиеся в его поле зрения Возможно, через 10-15 лет мы сможем просто вкручивать их в патроны И так же, как лампочки 100 лет назад, сенсорные интерфейсы скоро станут вездесущими Крис надеется, что система получит широкое применение к 2025 году Благодаря таким талантливым людям, как Крис В ближайшем будущем все мы будем взаимодействовать с технологиями, когда угодно, где угодно и как угодно Новая цифровая эра уже началась Нью-Йорк, один из моих любимых городов, знаменит своей великолепной линией горизонта Здесь живет 8 миллионов человек Но пока они веселятся, к ним заявляются незваные гости 32 миллиона крыс Городские власти много лет отлавливают этих вредных грызунов, разносящих заразу Но пока что все попытки победить их оказались провальными Теперь ученые пытаются урегулировать эту проблему, не убив ни одной крысы Изобретение снижения уровня рождаемости Ара Типрасат прибыла в Нью-Йорк, чтобы узнать подробности этой необычной затеи Это настоящий феномен Крысы заполоняют ночной город Я простояла здесь недолго и уже увидела несколько десятков особей Они пьют воду из луж Под стеной стоят мешки с мусором Они залезают в них в поисках пищи Эта улица просто кишит крысами Даже яд не срабатывает Они бегают прямо передо мной Они привыкли жить рядом с людьми в городе Где люди, там и пища Национальный институт здоровья выделил администрации города больше миллиона долларов Они собираются опробовать новый подход к проблеме Ученые планируют провести радикальный эксперимент по снижению уровня рождаемости крыс Место проведения метро, где проблема особо распространена Проектом руководит доктор Лоретта Мэйер Каждый раз при подходе поезда ощущается этот ужасный запах разлагающихся крыс Думаете, их убил яд? Да, но яд не помогает Мы уже много десятилетий их травим Но крысы не переводятся Лоретта убеждена, что физическое уничтожение не работает из-за одной замеченной ею особенности в поведении крыс Их семьи, так же как и у людей, не позволяют другим семьям занять их дом И если убить всех крыс в семье, на их место приходят другие семьи И иногда их становится еще больше, чем было изначально И проблема остается Потому что мы ее не решаем Проблема в размножении Но как можно контролировать рождаемость крыс? Как и многие великие идеи, план Лоретта появился неожиданно 20 лет назад она изучала грызунов и случайно заметила, что у женщин, работающих на фабрике по производству пластика, возникли проблемы с репродуктивными функциями Они подвергались воздействию высокой концентрации винил-циклогексендиепоксида, или ВЦД Я отчаянно искала химикат, который естественным образом будет уменьшать количество яйцеклеток в яичниках Она задумалась, повлияет ли ВЦД на крыс, и начала проводить тесты Если гипотеза Лоретты верна, то это может иметь всемирные последствия Крысы достигают половой зрелости за 8-12 недель и могут приносить по 6 приплодов в год, а то и больше Четыре самки с половой активностью всего за 9 месяцев могут породить колонию численностью 1 750 000 особей Но может ли препарат, который ослабляет репродуктивную функцию человека, успешно контролировать рождаемость крыс? Испытания, проводимые в метро Нью-Йорка, должны дать ответ Доктор Лоретта Мэйер пытается решить крысиную проблему Нью-Йорка Она выяснила, что химикат пациент диэпоксид или ВЦД может замедлять рост яйцеклеток в яичниках Ее цель – остановить быстрое распространение крыс, при этом не убивая их В шахтах городского метро начались испытания, но поведутся ли крысы на приманку? При употреблении препарата наступает эффект, напоминающий менопаузу у женщин Это значительно сокращает репродуктивный период крысы Дозы химикатов, используемых в испытаниях, слишком малы, чтобы повлиять на человека Они добавляются в пищу в надежде на то, что ее съедят самки-крыс Лоретта, вы решили провести опыт Вы испытаете свою теорию на реальных крысах в Нью-Йорке, верно? Безусловно, сначала мы будем наблюдать за их поведением, их повадками Будем следить за их популяцией, делать выводы Мы, конечно же, предложим им разные продукты и посмотрим, что они любят больше А в итоге мы оценим, насколько эффективной окажется наша методика и уменьшится ли количество крыс Лоретта может отслеживать поглощение препарата, поскольку усы крыс, которые съели приманку, светятся зеленым в ультрафиолетовом свете Полевые испытания уже начались и завершатся через 6 месяцев А тем временем я договорилась о встрече с крысоловом Я хочу сравнить результаты методики Лоретты и традиционных методов После вас Отвратительно пахнет, Руди, что это за запах? Крысиная моча и экскременты, это значит, что крысы здесь уже давно Проблема ловушек в том, что крысы учатся их избегать Ясно Несколько попадется, остальные поймут, что этот прибор опасен Когда ловушки не срабатывают, Руди прибегает к яду Но яд тоже не работает Здесь для них идеальное условие Источник пищи совсем рядом По соседству продуктовый магазин, а сзади контейнеры для мусора Конечно, они предпочитают яду дыни и грейпфруты За последние 3 месяца Руди расставил массу ловушек И рассыпал больше сотни килограммов яда Но это почти не сказалось на количестве крыс Ежегодно в Соединенных Штатах используются сотни тонн крысиного яда И его воздействию подвергаются больше 10 тысяч детей 90% отравлений происходит в домашних условиях Очевидно, что яд не работает Он не останавливает рост популяции крыс Нам необходим эффективный метод, и Лоретта над этим работает Через 3 месяца появились первые результаты 67% самок в районе испытаний съели приманку Эффект может быть невероятным При такой доле воздействия популяция крыс может снизиться с 15 миллионов до 15 тысяч всего за 8 месяцев Как вы считаете, возможно ли использовать этот метод на других животных в других странах Для контроля популяции вредителей, которые представляют угрозу людям? Да, там, где люди и животные не могут ужиться Контроль уровня рождаемости бьет в самый корень проблемы При этом их не отстреливают, не травят Мы сокращаем численность особей гуманным способом, чтобы мы могли сосуществовать и мир стал лучше К 2015 году Лоретта проведет аналогичные исследования в Чикаго и Бостоне Не все согласны, что контроль размножения живых существ – это приемлемая стратегия Но в случае успеха препарат Лоретты может получить широкий спектр применения Не только в городах, но и в сельском хозяйстве Например, Индонезия из-за крыс и других грызунов ежегодно теряет запасы риса Достаточные для того, чтобы прокормить 30 года С ростом городов люди будут жить в более тесной взаимосвязи друг с другом Нам потребуется улучшенный сервис, улучшенная связь Усовершенствованная торговля и качественно новые развлечения И, как мы видим, наука способна дать нам вещи, о которых мы даже мечтать не смели Спасибо за внимание